А я вас сейчас поздравлю с Новым Годом! Я вас поздравляю с Новым Годом! Теперь вопрос для других людей, которые говорят, что у нас Магнитогорский кризис. Извините, пожалуйста, Магнитогорский кризис не существует! Да ну не существует Магнитогорский кризис! Обратите внимание, не в кризисный год для вас сделают два очень-очень-очень-очень больших торговых центра. Не в кризисный год вам три храма делают. Не в кризисный год, извините, закончились машины уже на продаже везде и всюду, и на центральном крытом рынке, и на базаре нету машин уже, нету машин, потому что всех разбивают. То есть мы не говорим про кризис. Не в кризисный год, извините, подвиньтесь, но у меня супруга занимается в Арженикинзе, так вот не в кризисный год там все забито. То есть люди продолжают гулянки. Нету кризиса, нету кризиса. Да, люди немножко прижали деньги. Но в чем возникает вопрос? По сути все нормально. По сути все нормально. Теперь заникает вопрос номер два. То есть система называется Платон. То есть Платон, естественно, даст людям, которые разрушают наши дороги, некоторое количество финансовых средств, он их соберет для того, чтобы вы больше наши дороги не разрушали. Если хотите ездить спокойненько, купите себе несколько автомобилей, грузите их по 12 тонн и ездите. А если вы уже воткнулись и везете 40 тонн, то платите, дорогие мои. А как по-другому-то? И не мешайте нам, обыкновенным людям, жить. Ну и, естественно, новое постановление, если все-таки транспортный налог уберут, естественно, мы будем платить чуть больше. Это нормальное явление. Во всем мире так и делается. Теперь возникает вопрос, как вы будете платить. Я вам рекомендую, когда у нас наступил Новый год, у вас как раз будет 10 дней, чтобы отдохнуть, я вам рекомендую это не делать. По одной простой причине. За это время гораздо проще поставить газовое оборудование и в итоге экономить, как это делаю я. Потому что, извините, подвините, но в следующем году я буду заправляться так же газом. Умение экономить. Это не я придумал. Как и то, что в исходнике, как и сейчас машины работают на газу. Не поняли? Довожу до сведения. Бензин в камеру сгорания летит практически в газообразном состоянии. Есть такие штуки, карбюраторы и форсунки. Так вот, они бензин и распыляют. Бензин, конечно, хорош, он сразу жидкий. Но температура пропана-бутана минус 42 градусов. Кстати, и для газа, и для бензина баки практически такие же. К слову о том, кто экономит. А все нормальные джипы и крутые пикапы ездят на газу. Они, как правило, все в лизинге, но сейчас объясню. Трескают они по 25 тысяч рублей бензина в месяц. То бишь еще и в лизинг съедают 12 тысяч. А теперь, господа, ставим газ и экономим. Вот так вот. Теперь, где ставим газ? Два варианта ответа. Либо это YouTube, либо эфир. А там вы поймете, что вариант GFI, и он единственный для вас, который работает, а расположен он на северном переходе. Мы ставим газовое оборудование, да? Вопрос цены. Цена от 25 тысяч рублей на оборудование четвертого поколения. То есть дешевле, чем у вас, по-моему, нет? Насколько я знаю. Я с вами согласен. В преддверии того, что Новый год возникнет, да, сейчас вот система Платон уже, она в действительности накернит тех, кто нам дороги разрушает. То есть я задал бы вопрос. Вы, может быть, отмените транспортный налог? Они сказали, да, отменим. Но в связи с этим мы внесем дополнительные изменения, и вы, скорее всего, будете заправляться по другой цене. Так ли это? Да, действительно, цены обещают подрасти после Нового года за счет отмены транспортного налога. Также рубль падает, курс евро и оборудование дорожает. Я думаю, что самое удобное время для установки газобаллонного оборудования это как раз-таки новогодние каникулы. Теперь другой возникает вопрос. Насчет гарантии, да? Не каждый дает гарантию, кто-то поставил машину, и ты уехал. Мало того, что у него все развалилось. Мы вот посмотрели внимательно, Влада Ларгусу поставили замечательное оборудование. Шикарное оборудование стоит супер. То есть, какая у вас гарантия? Гарантия на наше оборудование составляет 2 года. Вопрос номер 2. Гарантия. Уж простите, а с гарантией я сталкивался. То есть, ставит отечественный шланг, он порвался. Ну, а зачем? Гарантия типа другая. Неправильная подача. А оно кому нужно? Конечно, все косячат. Но я люблю гарантии от GFI. То есть, ставим газ и 2 года спокойно ездим. Ну и цена реальная. Конечно, в Магнитогорске очень много переделов. Очень много. Но мало кто работает по ТВ. И походу только одна контора. А ТВ-то крутое. Оно смотрит и показывает. Поэтому, господа, никуда ехать не надо. Выкиньте газетенки и радио. Я просто объясню. Работа на ТВ стоит денег. И больших. Во сто крат больше газетенки. И в несколько раз круче радиороликов. Работа со мной это топ. Думайте сами, господа. Потому как я единственный человек, любящий и вас, и ваши машины. Теперь, где мы все это дело ставим? Ставим это все здесь. Выезд получается в сторону цехов комбината. Северный переход. Северный переход 9-1. Вот место. Вот вы где ставите газовое оборудование. И вот здесь вы начинаете экономить. Как это делаю я? Теперь возникает вопрос. Как я экономлю? Да, действительности денег нет. Но в следующем году, извините, подвиньтесь. Я ценники также приподниму. Потому что вот камера висит у Максима на плече. Так она и стоит 15 тысяч долларов. Аппаратура, которую я покупаю, она тоже стоит доллара. Так что, извините, подвиньтесь. Будем цены приподнимать. А то, о чем мы говорили, нет. Таких цен больше не будет. Если вы сильно уж не хотите, мне глубоко. Фиолетово. Будете у меня платить или не будете. Поверьте мне, дураков и дорог у нас очень много. А также остальных вещей. Кроме всего прочего, есть нормальные люди, которые продолжают работать. Это Трест, который возит вас на автобусах. А, вот, Трест. Автобусное депо. Я с ними буду работать. Мало того, покажу, как работают, извините, подвиньтесь, трамвайчики. У нас все хватит. Мало того, естественно, мы будем говорить и о ГАИ нашей, естественно. То есть, ребятки, мне глубоко. Будете ли вы на мне платить? Потому что рано или поздно, в следующем году, мы с вами отметим 15-летие программы Автостоп. Ну и в том же году отметим еще и 10-летие программы Дом, Милый Дом.